Использование служебного транспорта в личных целях – неправомерное предпочтение в выборе подрядчика. Такие нарушения рассмотрели на заседании Совета по этике. Рекомендации вынесли по восьми делам. Подробности в нашем материале. Обучение бесплатное, питание качественное. В идеале в казахстанских школах все должно быть именно так. Однако нередко в сфере образования допускают нарушения. В борьбе с коррупцией здесь используют разные методы, говорит руководитель профильного отдела Гульмира Каримова. Это и профилактические беседы с сотрудниками, где разъясняют законодательство и лекции для детей, и родительские собрания. В результате, по словам Каримовой, подобных случаев в городе стало меньше. Один против трех в прошлом году. Но не все так радужно, отмечает председатель Совета по этике. Было проведено три проверки с 1 января по 1 октября. И в КГУ средняя школа номер 6 выявлено нарушение соблюдения законодательства госзакупок на общую сумму 855 тысячи. В средней школе номер 9 нарушение на 2 миллиона 160 тысячи. В средней школе номер 42 здесь более 4 миллионов тысячи. Гульмира Каримова поясняет, все нарушители наказаны. Касаемо КГУ средней школы номер 9, при проведении госзакупок они прописали неправильные условия в конкурсной документации. За допущенное нарушение был объявлен выговор менеджеру по государственным закупкам. И за допущенные нарушения о госзакупках была привлечена к административной ответственности директор в виде штрафа на сумму 106 тысяч тенге. Но следом здесь поднимают еще один вопрос. Говорят о школьных поборах и давлении со стороны педагогов. Совет рекомендует коррупционную ситуацию взять на особый контроль, виновных наказать. А еще пристально следить за работой общественных фондов при школах. Теперь к рассмотрению дела в отношении заместителя Акима Уалихановского района. Он досрочно снял дисциплинарное взыскание. Ходатайство подала руководитель аппарата. Она тоже отвечает за проступок. Члены совета долго спорят, какого наказания заслуживают уалихановцы. На руководителя аппарата Акима Уалихановского района Усоборудовщики и Ребеновну за простудом дисциплинирующей государственной трубой наложить взыскание неизбежного служебного спорта. Потому рекомендовано вынести за Макима строгий выговор, а руководителю аппарата взыскание в виде неполного соответствия занимаемой должности. Это предложение поддержало большинство членов совета. Использование служебного транспорта в личных целях – неправомерное предпочтение в выборе подрядчика. На заседании сегодня рассмотрели 8 вопросов и дел. Александра Солмина, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Новости МТР. Новости МТР.